Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем размышлять над Священным Писанием Нового Завета. Сегодня 9 апреля, 6 воскресенье Великого Поста, то есть воскресенье, которое мы называем иногда по-простому вербное воскресенье или уже по-церковному вход Господень в Иерусалим. Мы с вами вплотную подошли к Страстной неделе, то есть уже Страстная неделя начинается, как я и говорил, с событий воскрешения Лазаря и входа Господа в Иерусалим. Вот. Открывается это время последних дней и часов земной жизни Господа нашего до Его распятия, погребения и воскресенья. И в честь этого величайшего праздника мы с вами читаем отрывок из послания апостола Павла к филиппийцам. Давно мы не обращались к этому посланию. А именно это 4 глава с 4 по 9 стих. Вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «Радуйтесь всегда в Господе, еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботитесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли, и слышали, и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами». Итак, братья и сестры, отрывок небольшой. Напомню, что послание филиппийцам – это очень небольшое послание по своему размеру, но мы говорили о том, что оно преисполнено радости, преисполнено большой любви апостола Павла Кадресату, ибо с филиппийцами у него сложились очень дружественные отношения. Это церковь, которая всегда Павлу помогала во всех его трудных обстоятельствах. И действительно, ни в одном другом послании мы не найдем столько призывов к радости. Постоянно Павел говорит «радуйтесь, радуйтесь, сорадуйтесь, еще радуйтесь». Несмотря на то, что послание ведь написано из тюрьмы, из уз, из темницы. То есть Павел понимает, что, может быть, скоро уже и смерть, так сказать, придет за ним. Но, тем не менее, он все равно пишет «радуйтесь». И, собственно, сегодняшний отрывок тоже, стих 4 главы начинается с этого призыва «радуйтесь всегда в Господе». Еще говорю «радуйтесь». Вот, видите, двойной призыв к радости. Вопрос возникает, может быть, в том, а почему именно этот отрывок читается у нас во время праздника «Вход Господний в Иерусалим». Ну, мы помним, что ведь Христа встречали, когда Он входил в Иерусалим, тоже очень радостно. И сам город Иерусалим, конечно, великий и священный город, который и иудеями всегда воспринимался как город Божий, где должен царствовать сам Бог, и царство Божие должно как бы распространяться от Иерусалима. Потом уже, когда Иерусалим был разрушен, помним книгу «Апокалипсис», мы сейчас с вами читаем, как раз подходим к моменту, когда старое все уничтожается, и новый мир возникает, и новый Иерусалим тоже. Но, в любом случае, Иерусалим навсегда остается символом божественного присутствия. Ну, и даже, собственно говоря, нынешний земной город Иерусалим, который все-таки был, как бы сказать, остал опять столицей государства Израиль, также, в общем, воспринимается как такая религиозная столица мира, потому что там есть святыни христианские, иудейские, и исламские одновременно. Но речь даже не об этом, а о том, что действительно Иерушалом, если произнести более-менее по-еврейски, может быть, не совсем точно, но смысл в том, что в еврейском языке есть шипящий. Когда транслитерация происходит на греческий, то ше теряется, и любые другие шипящие, потому что в греческом шипящих нет. Поэтому, скажем, Иешуа, получается Иисус, Иерушалим, получается Иерусалим. Ну, в общем-то, переводится как двор мира, шалом, шалом же мир, опять же, мы знаем еще вариант салям, это арабский тоже шипящий выпадает, салям алейхум, мир всем, а тут шалом мир, Иерушалим значит двор мира, город мира, если по-другому говорить. И как раз-таки тема мира, вот в этом отрывке, она присутствует, мы сейчас увидим. Но и самое-то главное, что вот Господь Иисус Христос входит в Иерусалим, в город мира, в двор мира, и встречает его как царя, который должен принести как раз этот мир, примирение. И не только примирение в каком-то узком смысле, как отсутствие, скажем, войны, вражды, но напомню, что шалом, еврейское слово мир, это слово очень широкое, это одно, можно сказать, из имен Божьих, это полнота, полнота благ, это спасение, в конце концов. Вот Иисус входит в Иерусалим на, помните, въезжает на осле, то есть не с воинственным каким-то мотивом, как если бы на коне он ехал, а с миром. Он приносит в город мира, в двор мира истинный мир Божий, истинное спасение Божие. И все в этот момент его встречают, Ассана сына Давида, встречают его как действительно мессию, как того, кто этот мир несет. Только единственное, что, опять же, многие мыслили об этом исключительно с политической точки зрения, а кому-то оказалось это опасным, ненужным, вредным, и поэтому, в конце концов, после этого события будет страстная неделя, будет суд, будут крики распни, будет распятие, погребение. И все это так, но в этот момент мы видим радость многих людей, как раз-таки они как бы отзываются на этот призыв апостола, радуйтесь в Господе, и еще говорю, радуйтесь, потому что видят, что идет человек мира, человек, несущий спасение. Здесь как раз об этом отчасти и пишется. Вот пятый стих, «Ротость ваша, да будет известно всем человеком, Господь близко». Вот тоже такое выражение, очень популярное в раннехристианской среде, потому что здесь-то, если применить их воду Господню в Иерусалим, то, конечно, здесь чисто мы понимаем, как бы сказать, по-земному, Господь близко, вот Он входит в Иерусалим, да, но впоследствии, когда уже Господь вознесся и ожидали Его второго пришествия, конечно, все христиане, когда говорили «Господь близко», или там «Ей гряди Господь Иисусе», как в апокалипсисе, то понимали именно второе пришествие Христа как нечто скорое. Вот когда действительно уже придет истинный мир, истинное спасение, ну, скажем, как книга «Апокалипсис» говорит, это случится именно когда новый Иерусалим, новое небо, новая земля, новый Иерусалим будут созданы Богом. Ну и дальше. «Не заботитесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». Вот такое интересное тоже увещевание, да, что ни о чем заботиться не надо, то есть своим человеческим умом не надо пытаться многие вещи решить, но всегда в молитве и с благодарением открывайте свои желания перед Богом. «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваше, помышление ваше в гости Иисусе». Вот упоминание как раз мира Божьего, да, шалом Божий, Божье спасение, гармоничные, целостные, полноценные отношения с Богом. Вот этот самый мир, который, согласно тому же апостолу Павлу, послание к Галатам, например, является одним из плодов Духа Святаго, вот он от Бога к человеку придет и действительно будет руководить его жизнью, будет постоянно присутствовать с ним во всех его делах, начинаниях и поступках. И вот здесь, опять же, в некотором смысле мы видим эту параллель, это обыгрывание понятия Иерусалим, как двор мира. «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель похвала, о том помышляйте». Здесь как бы понятное наставление, перечисление различных, так скажем, добродетелей, различных качеств, каких-то добрых помышлений, дел. И далее 9 стих заключительно. «Чему вы научились, что приняли, слышали, видели вы мне, то исполняете, и Бог мира будет с вами». Вот опять был мир Божий у нас в 7 стихе, который превыше всякого ума, а здесь «Бог мира будет с вами». Вот если Иерусалим – это двор мира, то Иисус Христос – это, несомненно, Бог мира, Сын Божий, который является таким же Богом, как и Бог Отец. И вот Он есть Бог мира, Бог спасения. Он входит в Иерусалим для того, чтобы принести спасение. Может быть, повторю, не все понимают правильно, что именно это спасение означает. Но Он все равно идет на этот крест, на этот подвиг, для того, чтобы, в конце концов, спасение восторжествовало. Он – Бог мира. Напомню, братья и сестры, что мы сегодня с вами читали отрывок из послания апостола Павла к филиппийцам, 4 главу, с 4 по 9 стих. Также напоминаю о необходимости для нас с вами ежедневно читать Слово Божие, что в нем заключены великое отрадо и тишение наставления. Храни вас всех, Господь! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Слово Божие, Григорьевск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова